А теперь поговорим о хоккее с шайбой, который доставил на минувшей неделе болельщикам губернии весьма неоднозначные эмоции. Самарскую команду ЦСКА ВВС не случайно называют грозой московских клубов. Несколько сезонов подряд она заставляет уважительно относиться к себе, раз за разом одолевая их и на чужом, и на своем льду. Не стало исключением и эта встреча в Самаре. Клуб легендарного Як-15 Александра Якушева, как и ЦСКА ВВС, испытывает хроническое безденежье. Игроки, а среди них такие известные, как Тюриков, Бякин, Болдин, Евтюхин, поставили ультиматум. Если к 30 января денег не будет, команда не выйдет на лед. Впрочем, это обстоятельство не помешало спартаковцам выложить свои козыри уже в начале матча, когда Элэ Ферман несколько раз подряд спасал летчиков от неминуемых голов. Преимущество хозяев льда резко обозначилось во втором периоде, но, несмотря на все попытки, монолит спартаковской обороны так и не был бы взломан, если бы летчикам не помог сам вратай спартаковцев Никифоров. Вот в этом эпизоде он совершил грубую ошибку, выйдя из ворот, и Литвинов забросил шайбу, которая, как выяснилось, впоследствии стала победной. В третьем периоде волжане по-прежнему действовали острее, и спартаковцам ничего не оставалось сделать, как использовать в конце встречи последний шанс снять вратаря и выпустить шестого полевого игрока. Вот только распорядиться удалением армейца долишней им не удалось. Подогретые своими многочисленными фанами, а их присутствовало около двухсот человек, гости стали откровенно грубить. За драку и пререкание с судьей двое спартачей были удалены с площадки до конца матча, а на последней минуте страсти и вовсе разгорелись. Но эта эмоциональная встряска не отразилась на результате встречи. Будем так говорить, бились до конца. Не просто бились, а обыграли спартак. Хорошую команду, в общем-то, обыграли. Я просто счастлив, счастлив за наших ребят, которые, в общем-то, нашли в себе силы. Ну и, конечно, просто рад. Ну, вратарь – это полкоманды. И Лайферман сегодня доказал, доказал, что эта поговорка, поговорка остается в силе. Потому что то, что он в первые минуты, когда этот ажиотаж и столько моментов, которые они создали, он вытащил, он вселил уверенность не только в защитников и в игроков команды, но он вселил уверенность и в болельщиков, которые сегодня полностью заполнили дворец спорта. Матчи принципиальные со «Спартаком», они всегда... Вот за последние четыре года мы «Спартаку» еще ни разу не проиграли. То есть мы старались, старались сегодня выжать максимум из нашего результата. Тем более, это золотые очки. Тут разыгрывалось не два очка, а тут разыгрывалось четыре очка. И порой тут даже разыгрывалось место число 16 команд. Через день «Спартак» вместе со своей мощной группой поддержки, которая доставила немало хлопот хозяевам Самарского дворца спорта, отправился в Тольятти, где «Лада» накануне сыграла в ничью 4-4 с пермским молотом. Эта встреча должна была ответить болельщикам на многие вопросы, в том числе и на главной. Когда же наконец «Лада» прервет цепь последних неудач? Ответ на вопрос, казалось, был найден уже в начале второго периода, когда после точных бросков Буцаева, Романова и Тарасенко Тольятницы явно обозначили свое превосходство 3-0. А вот дальше произошло то же, что и в игре с пермским молотом. Гости сравняли счет к середине третьего периода. 3-3. Чаша весов заколебалась. Тем более, что Нестеров не забил в улит, назначенный в ворота «Спартака» за фол последней надежды. И только в заключительные две минуты «Лада» мощно спуртанула. Сначала «Субботин». А затем капитан «Лады» без укладников сделали счет победный 5-3. В конечном итоге все это, в общем-то, закономерно явилось, что они сумели все-таки вырвать победу. Хотя, в общем-то, игра, на мой взгляд, была очень интересной, наверное, для зрителей. Но для нас, конечно, можно сказать, такая маленькая трагедия. Потому что в гостях при счете 0-3 сравнять и в конечном итоге на последней за полторы минуты проиграть, это, конечно, очень-очень неприятно. Ну, такие казусы, как мы там повели 3-0, потом сравнял соперник счет 3-3. Хотя во втором периоде мы обязаны были решать судьбу матча, было очень много моментов. Ну, там прекрасно вратарь сыграл, но все равно мы обязаны. И вот эта вот нервозность, я сейчас хочу поддержать, наоборот, ребят, потому что они, ну, мы все вместе чувствуем так немножко вину свою перед болельщиками, перед итальянскими, что команда так неубедительно играет. Поэтому стараются как-то исправить это положение. Вот это чрезмерное желание приводит к непростительным ошибкам. Самарские летчики поддержали «Ладу», одолев вслед за «Спартаком» и «Молот» 4-2. А теперь о конфликте, который разгорелся накануне домашних встреч между двумя ведущими хоккейными клубами губернии «Ладой» и ЦСКА ВВС. В прошлом выпуске нашей программы Геннадий Цигуров сказал, что недоволен игрой нападающего Юрия Злова и защитника Олега Хмыля. Так они оказались в Самаре, в ЦСКА ВВС, где заметно усилили команду. Но затем «Лада» неожиданно потребовала у армейского клуба вернуть игроков обратно. Это, может быть, сиюминутное было решение со стороны Геннадия Федоровича. Ведь он перед этим в интервью на всю страну сказал, что данные люди ему не нужны. Я все прекрасно понимаю. Бывает минутная растерянность, пауза. Ну так, когда все объявить на всю страну, а потом поступить по отношению к нам, тем более, где тут не за жизнь, а насмерть бьется команда, чтобы попасть в 16. Если она не попадет, это же любой знает, здравомышленный человек, что мы, если не попадем в 16, мы погибнем. Те акулы, которые там ждут нас в приходном периоде, они нас раздавят. Тем более, в финансовом отношении мы самые-самые низкооплачиваемые команды. И, если честно, это решение удар в спину нам. Пусть он слышит это, Геннадий Федорович. Мы можем поступить по отношению к ним тоже. Ударить их ниже пояса, выбрать Акифио сюда забрать, Быкова забрать, вернуть им Севастьянова, Тюрина. Но это не изменит картины. И когда мы попросили, по первому, так сказать, требуем вернуть наших же игроков, то такой конфликт всех призывников под ружье хоккеистов. Ну, я что могу сказать? Армейцы уже сделали свое дело. Они направили молодых ребят в Чечню, погубили. Сейчас хоккеистов пусть поставят под ружье и погубят школу. Вазовскую, Тольяттинскую, которая помогает существовать и ЦСКА ВВС, и ЛАДИ. Дай бог, под ружье. Отжался-встал. Отжался-встал. Это их, значит, манера общения, она известна всем. Можно понять эмоциональность руководителей команд, которых в нынешнем сезоне преследуют неудачи. Но, тем не менее, самое главное, чтобы этот конфликт не стал последней каплей и в так далеко не блестящем выступлении команд Самарской губернии в нынешнем сезоне. Следите за нашей программой, и мы обязательно расскажем вам, сумели ли руководители клубов достойно выйти из этой весьма неприятной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok